За два дня единого национального тестирования экзамен уже провалили более 10 тысяч выпускников. Для них двери отечественных вузов закрыты, по крайней мере в этом году. В адрес Министерства образования уже звучат претензии. Абитуренты жалуются на некорректные вопросы. Некоторые из них сегодня журналисты задали самому министру образования. Смог ли Аслан Саринджипов ответить на них, расскажет Жанна Рахимжанова. В одних регионах сегодня апелляция, в других главный государственный экзамен сдаёт второй поток абитуриентов. В Караганды буквально за один день тестирования из 944 человек 172 не смогли набрать даже проходной балл. Абитуренты говорят, виной всему некорректные вопросы. Технические ошибки были, непонятные вопросы. Столько времени ушло на то, чтобы с ними разобраться. В Ак-Тубе и Шимкенте абитуриенты жалуются на сложные задания, в частности по математике. Некоторые всё же признались, что справиться с ними не удалось бы без помощи шпаргалок. Средняя температура Юлия на севере Казахстана, показатели естественного прироста во Франции, или когда в стране открылся первый пивзавод. Ответить на вопросы из сборников ЕНТ сегодня журналисты попросили министра образования. Аслан Саринжипов заявил, что все задания прошли экспертизу, пожелал выпускникам удачи и поспешил удалиться. И первое условие, которое каждый из вас, конечно, догадывался и знал, сдать свои мобильные телефоны и калькуляторы. А в Алматы группа блогеров решила провести эксперимент и попробовать себя в роли абитуриентов. Из 11 выпускников шестерым не удалось преодолеть порог в 50 баллов. Решать им пришлось задание прошлого года. Но и в этих сборниках блогеры нашли немало спорных вопросов. Интересных вопросов, которые меня в тупик ставили, мгновенно. Один из них, например, это информация в скобочках инструктаж, к какому стилю русского языка они относятся, к публицистическому или официально деловому. Я вообще в шоке от такого. Если эти данные, которые используются на ЕНТ, не пригодились им в жизни, это тоже о чем-то говорит. Это говорит о том, что, возможно, школьники вместо того, чтобы заниматься действительно подготовкой к научной жизни, только зубрят тесты. Все те, кто не смог набрать проходной балл, либо был удален с ЕНТ за использование мобильных телефонов и шпаргалок, смогут сдать обычные экзамены в школах. Правда, с полученными аттестатами поступить они смогут только в казахстанские колледжи, либо заграничные вузы. За два дня ЕНТ провалили более 10 тысяч выпускников. Говорить о том, что это рекорд, пока не приходится. В прошлом году за весь период тестов проходной балл не набрали более 28 тысяч абитуриентов. Цифры все еще могут измениться, ведь до окончания тестов еще 4 дня.